Актуальные вопросы на самые разные темы. Жилищно-коммунальное хозяйство, экология, социальная сфера, земельные отношения. Сразу несколько десятков человек пришли на встречу с руководством Щелковского района в Сирковскую школу. Ответить на вопросы на самые разные темы – такова главная задача традиционных встреч руководства района с населением. Отвечать жителям и перед жителями на Загорянке уже не первый раз. И практика доказала эффективность таких мероприятий. Давайте в таком дружелюбном формате, ну конечно же с элементами критики и жесткого спроса за не сделанное, будем дальше выстраивать наши отношения. Это гораздо полезнее, это гораздо понятнее всем нам, это гораздо продуктивнее для поселения и для нас. Хочу в первую очередь поблагодарить вас за вашу активную гражданскую позицию. Мне кажется, что в нашем поселении собрались в этом отношении концентрации людей, которые имеют свою позицию и которые стимулируют администрацию улучшать жизнь. Например, жители микрорайона ВШК волнует вопрос сохранения там рекреационной зоны. В утвержденном генеральном плане развития поселения эта территория предполагает застройку. Я там живу всю жизнь. Нам хотелось бы очень спросить, помочь нам, чтобы зону, которая раньше принадлежала, летний клуб, это в моем еще время, там площадка, потом детская площадка, оставить нам для парка. Не дай бог, там появится один дом. Там как раз будет парковая зона. И передать своим коллегам. Я прошу то же самое учесть это. Сейчас будем внестить изменения в генплан, соответственно переведем его в администрационную зону. Помимо этого на встрече звучал вопрос, касающийся работы стационарных торговых объектов. По словам местной жительницы, так называемые ларьки микрорайона ВШК, которые стоят у дороги, загораживают водителям обзоры и создают аварийную ситуацию. Позавчера там чуть не спели женщины. А почему? Когда выезжаешь из городка, этот ларек мешает. И не видно. Если у меня в арене, надо сносить. Разрывать договор аренды, если есть не единичное обращение, а если это мнение большинства людей. Приковано внимание общественности к заботе о состоянии окружающей среды. В частности, жители интересовало внедрение на территории поселения системы раздельного сбора мусора и ее реализация в частном секторе. Я прошу прояснить, какие перспективы, куда будет увозиться мусор, и каким образом будет организовано это загорянки. Потому что мусор у нас не ровно. Мы же проведем это в программу. Я говорю, встречаюсь с этой компанией. У них со всеми сегментами проживания жителей есть уже наработанный опыт. И по многоквартирным домам, и по частным строениям. Поэтому они как только там план представят, мы, конечно же, доведем до администрации, а администрация доведет до вас. Какие сроки, как это будет производиться. Задавали вопросы по так называемому дому учителя. По словам местной жительницы, уже несколько лет в подъезде течет крыша. В ситуации будут разбираться. В доме планируется провести капитальный ремонт. Чтобы этот дом был включен в план капитального ремонта, я прошу протокол записать. В конце мая я приеду. И из ваших источников, которые называются текущий ремонт содержания дома, вы должны сделать ремонт на этом доме. Помимо этого, на встрече были затронуты темы, касающиеся работы управляющих компаний, социально значимых учреждений и другие. За время такого диалога жители задали несколько десятков вопросов. Беседа получилась конструктивной. Это очень важно, потому что такие встречи дают нам не только заряд, не только обещания, но и в какой-то степени выполнение. Я считаю, что такие встречи нужны. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова